Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили Химеру и Эмиля1951. Я больше чем уверен, что большей популярностью будет пользоваться именно Химера. И что касается ценника в отношении 17,5 тысяч золотом за данный набор, я считаю, что этот ценник абсолютно адекватный и обоснованный. Действительно, две классных, хороших машины. Два Камо есть по 15 штук Х5 на каждую из этих машин, и они помогут вам существенно поднять ваши копилки и улучшить элитный опыт вашего экипажа. А вот что касается открытого оборудования, то вам поможет сэкономить 3 миллиона 600, если я правильно посчитал, поскольку 1 миллион 800 стоит открыть все оборудование на восьмом уровне. Я не буду ничего рассказывать про Химеру, я просто беру ее, захожу на ней в бой по одной простой причине, потому что Химера одна из тех машин, про которые нечего больше рассказывать. Все про нее знают, все знают, что это за аппарат, чего он стоит, на что он способен. Да, безусловно, это не самый идеальный танк в нашей игре, потому что к нему уже просто все привыкли, и все знают, чего от него ожидать. Но в целом же, ребят, машина очень классная, очень бодрая. Что хорошего в машине? Есть броня, есть, пускай не самая лучшая, но достойная подвижность на своем уровне. Хотелось бы, конечно, чутка получше, но все-таки, ребят, не стоит зажираться и понимать, что если ты имеешь 440 единиц альфы, то надо чем-то расплачиваться. Расплачиваешься ты подвижностью и временем перезарядки. Время перезарядки лично для меня это самый большой камень преткновения в отношении данной машины, потому что к этому времени необходимо привыкать и привыкать очень долго. У тебя не всегда будет получаться правильно реализовать себя в боях, потому что ты не будешь чувствовать себя, скажем так, уверенным в том, что именно сейчас тебе можно выезжать. То есть вот это вот время, боже мой, как косануло, кошмар, вот это вот время, которое тебе отводится на перезарядку, для тебя действительно долговато тянется. И поиграв на каких-то других средних танках, понятное дело, что ты будешь хотеть, чтобы оно перезаряжалось приблизительно с такой же скоростью, как у других средняков. Но, ребят, при этом всем ты имеешь обалденный, обалденный просто запас альфы, который ты откидываешь своих соперников и действительно можешь делать им неприятно. Главное просто понимать, что на время перезарядки тебе необходимо откатиться, засейвиться немножко, ну и дальше опять с гордо поднятой головой появиться. Броня, броня есть, броня хорошая, я не могу сказать, что она ультимативная, но она приятная, она рикошетит тогда, когда нужно, и она дает тебе возможность подольше побыть в бою. Что касается сведений и точности, сведений и точность с учетом альфы тоже вполне приемлемы. Сказать, что они имбовые я не могу, на сегодняшний день есть огромное количество машин на уровне, которые гораздо более точные, гораздо более быстро сводящиеся и уж тем более гораздо более быстро перезаряжающиеся. Но все-таки отыгрывать очень приятно. Когда ты вот так вот выезжаешь, однозначно кого-то забираешь, у кого хпшки чуть меньше 400, то ты понимаешь, за что, в принципе, ты расплачиваешься своим временем перезарядки. Ну вот время сведения, вот вам точность. Четко в пиксель туда, куда целился. Действительно классно, действительно комфортно. Я так понимаю, парень уснул, его добрали, ну и вот наша победа. Вот такая вот бодренькая химера, которая не всегда имбует, безусловно, будут проигрышные какие-то бои, безусловно, не всегда будут умопомрачительные результаты по урону, но ты однозначно всегда будешь полезен своей команде. Главное, чтобы ты понимал, что нет необходимости лезть на передовую тогда, когда ты перезаряжаешься. Все, придерживайся золотого правила и в целом ты уже красавчик, ты уже молодец. В отношении фарма, за вот такой вот никудышный, в принципе, как для химеры бой, 44 800. По-моему, неплохо, с учетом прем-аккаунта. Ну а что касается моей результативности по команде, то я умудрился занять третье место. Хотя, по большому счету, на химере можно вполне спокойно вывозить по 2-2,5 тысячи урона с абсолютной легкостью. Ну, главное, чтобы просто бой качественно сложился. Вот такая вот она химера и вот такое вот она честное мнение по поводу машины, брать или не брать, однозначно брать. Но, все-таки, ребят, выгоднее брать в составе набора за 17,5 тысяч. Потому что, если рассматривать химеру за десятку в голом состоянии, то для того, чтобы довести ее до ума, я имею в виду до состояния, в котором ее предлагают в составе набора, вам необходимо будет потратить полтора косаря голды на внешний вид, если вы хотите, чтобы химера у вас была химера фантом и соответствующий внешний вид имела. И, что касается оборудки, то 1,8 миллиона серебро. Поэтому, друзья мои, мне кажется, что брать в составе набора, безусловно, гораздо выгоднее. Ну, а что касается Эмиля 1951, то буквально уже через час-полтора соответствующее видео будет на канале. Поэтому подписываемся прямо сейчас, если мы за честное видео и за честное мнение. И смотрите все новые и новые видео на моем канале. Всех благ, всего хорошего мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»